Ну и еще новость с форума. Газпром готов возобновить прямые поставки топлива Украине. И как сегодня заявил глава компании Алексей Миллер, в случае заключения такого контракта, газ для Киева будет на 25% дешевле, чем сейчас. Это позволило бы, например, снизить коммунальные тарифы для населения. Перспективу возврата к такой схеме поставок с Миллером сегодня обсудили лидеры украинского оппозиционного блока «За жизнь». Юрий Бойко и Виктор Медведчук приехали в Санкт-Петербург. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение контракта прямого на поставку российского газа на Украину. В первую очередь это вопрос, который касается, вопрос цен, которые, конечно же, будут ниже, которые будут, без сомнения, более конкурентоспособны, чем какие-либо другие варианты поставок газа. Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время. Спасибо, Алексей Борисович. Я думаю, что это очень важно. Важно не только для нас, для тех, кто сегодня участвует в переговорах, но это важно и для украинских граждан. Для людей, которые устали от оплаты жильщенно-коммунальных тарифов, явно космически завышенных, более 30% сегодня, Алексей Борисович, не могут украинских граждан платить эти тарифы, а в основе этих тарифов лежит стоимость на газ. Мы видим путь, каким образом мы обеспечим снижение стоимости газа, а, соответственно, и товаров для наших граждан, а самое главное, обеспечим гарантии транзита, что позволит загрузить газотранспортную систему, да и, собственно говоря, обеспечить все существование нашей газовой отрасли. Мы этот путь сегодня нащупали, и я убежден, что мы по нему будем идти. Газовую тему, напомню, начали обсуждать еще в марте. Медведчук и Бойко, тогда кандидат в президенты, за эту поездку в Россию чуть не стали фигурантами уголовного дела. Ведь прежнее руководство Украины во главе с Петром Порошенко утверждало, что в российском газе не нуждается, хотя все понимали, что это лукавство. Отказавшись в 2015 году от прямых поставок, Киев закупал все тот же наш газ, только у европейцев. Польша, Венгрия и Словакии с наценкой, разумеется, то есть гораздо дороже. Платить за амбиции политиков пришлось простым людям. Тарифы в стране выросли больше, чем в 10 раз. По итогам сегодняшних переговоров с «Газпромом», представители украинской оппозиции заявили, что будут требовать от нынешней власти возобновить прямые закупки.